Наверняка в какой-то момент вас начинает раздражать то, что вы не можете найти на своем столе нужный флакончик и тратите время на поиск вместо того, чтобы делать маникюр. Или же в конце рабочей смены у вас очень сильно устает спина, а ваши плечи тоже чувствуют какое-то лишнее напряжение. Откуда это берется и как этого избежать, рассмотрим в сегодняшнем ролике. А если вы мастер-новичок, то обязательно посмотрите это видео, чтобы избежать подобных ошибок. С вами Александра Царева и вы на канале RUNAIL. Обязательно подписывайтесь на нас, ведь здесь вы найдете очень много полезного для нейл-мастеров. Давайте сначала объясню, зачем заморачиваться по поводу эргономики. Один раз заморочились, но зато на долгое время получили слаженную и оперативную работу и, конечно же, позаботились о здоровье своей спины. А бонусом вы получаете быструю уборку, быстрый поиск материалов и, конечно же, быструю работу. На что мы будем обращать внимание в первую очередь? Как выбрать мебель, какой выбрать цвет, на педикюрную зону, на зону ожидания клиента, также на стерилизационную зону и удобство хранения всех остальных материалов. По моему 11-летнему опыту, именно эти пункты являются самыми важными, помогают быстрее работать, меньше уставать и обеспечивают комфорт вашему клиенту и, конечно же, вам. И начнем по порядку с мебели. И здесь сразу я хочу дать свой собственный совет. Постарайтесь сами для себя создать идеальный стол для маникюра. Для этого, конечно, необходимо примерно, может быть, неделю, может быть, даже две недели, понаблюдать за своими движениями, что вы в процессе маникюра делаете, что откуда берете, из какого ящика, где у вас стоит мусорное ведро. Возможно, вам, например, необходимы какие-то дополнительные крючки, то есть именно проанализировать свою работу для того, чтобы понять, как эргономично обустроить свое пространство для работы. Расскажу по своему собственному примеру. Сначала, когда я только начинала свою маникюрную карьеру, я, конечно, приобретала самый обычный дешевый стол буквально за 2,5 тысячи. Он, разумеется, абсолютно неудобный, но он отлично мне помог начать свою карьеру и заработать на хороший индивидуальный стол по моему собственному заказу. Когда я создавала свой стол с нуля, я сама его чертила. У меня есть в этом, в принципе, некоторые знания, поэтому мне это легко удалось. Но для того, чтобы начертить его, мне понадобилось примерно пару недель наблюдения за собой. Я проанализировала все свои действия, все свои какие-то моменты важные, которые мне необходимо учитывать. Я проанализировала то, как ведет себя клиент у меня на маникюре, для того, чтобы все это внести в индивидуальный чертеж. Я, кстати, могу скинуть фотки своего стола. Он тогда был чем-то вообще офигенным. У него с 12 косарей, между прочим, сделала стол. Он был очень старый? Нет, он есть, просто он уже очень старый и выглядит он уже не так презентабельно. Он пережил несколько переездов. Но тогда это был вообще стол. У меня потом этот чертеж мой разлетелся по всем пабликам. Далее, конечно же, нашла мастера, который смог спроектировать мне именно этот стол. У меня был огромный гигантский стол угловой. У меня сразу все место хранения было от меня с правой стороны. Было место на самом столе. Было место под столом. Специальную полочку я организовала, чтобы туда убирать удлинитель. И также туда клиенты могли складывать сумки, например, свои. То есть все это я внесла в чертеж и отдала мастеру. Но, смотрите, если вы начинающий мастер и вам пока приобретение индивидуального стола кажется какой-то очень дорогостоящей покупкой, то, конечно, приобретайте самый обычный стол. Единственное, я рекомендую сейчас обращать внимание на некоторые пункты. Обязательно учитывайте ширину стола. Когда вы приобретаете самый дешевый стол, обычно он примерно 45 сантиметров в ширину. Это, разумеется, не очень удобно, потому что он будет достаточно узким. Вы будете слишком близко находиться к клиенту. И, возможно, вы будете пинать друг друга коленками под столом. Разумеется, стоит этого избежать. Если вы выбираете самый широкий стол, 60-65 сантиметров, то вы будете сидеть далеко друг от друга и будете тянуться. Поэтому я рекомендую выбрать примерно 50-55 сантиметров. Это среднее значение. Также обязательно учитывайте свой рост. Например, мой рост 153 сантиметра, и для меня ширина стола в 60 и более уже очень большая. Но если вы высокий мастер, то, в принципе, вам такая ширина может даже подойти. Далее обязательно учитывайте свой рост при высоте стола. Я здесь совершила небольшую ошибку. Когда я проектировала свой индивидуальный стол, мне почему-то захотелось сделать его высоким. И я добавила 5 сантиметров от стандартной высоты. Из-за этого получается, что когда я сижу, ноги у меня практически висят. Или я просто облокачиваюсь пальцами, а стопы у меня при этом приподняты. Если мы говорим про правильную работу и про заботу о своей спине, то рекомендуется, чтобы стопы стояли максимально ровно на поверхности пола. Поэтому обязательно учитывайте этот момент при приобретении стола или при его индивидуальном чертеже. Для этого вы можете сесть на обычный стул, поставить стопы плотно, измерить расстояние, которое вам нужно для высоты стула и для высоты стола. Чтобы измерить высоту стола, вам нужно поставить вот так вот получается локти на стол, чтобы плечи у вас были при этом ровные, не подняты и не опущены вниз. Чтобы они у вас стояли ровно, тогда у вас нагрузка снимается с плечевого сустава, у вас при этом выправленная спина, естественно, и вы никак не напрягаетесь, и ваша спина не будет болеть в процессе работы. Поэтому учитывайте именно этот момент. Далее я хочу напомнить про то, что стул для клиента и для мастера необходимо приобретать с регулировкой высоты. Опять же, для того, чтобы учитывать все особенности ваших клиентов и ваши в том числе. Например, мне, конечно, нужен стул пониже, потому что я низкого роста, а кому-то может понадобиться стул повыше. И опять же напомню, для того, чтобы проверить всю высоту, вам нужно сесть на удобный стул, поставить локти и измерить вот эти две крючевые точки. Тогда вы сможете приобрести стол максимально подходящий под ваш размер и под ваш рост, или, например, спроектировать индивидуальный, который будет идеально подходить вам как мастеру. Вот мы с вами поговорили про высоту и про ширину стола, но на самом деле, если вы все-таки собираетесь проектировать свой индивидуальный стол, то вы можете подумать и о других моментах. Например, о заранее расположенном удлинителе где-нибудь под столом, или даже специальное определенное место для розеток. Для того, чтобы понять, куда это все расположить, вы можете вдохновиться брендами, которые делают индивидуальные столы. Когда я начинала свою маникюрную карьеру, выбор столов был максимально маленький, были либо узкие, либо очень огромные и не очень удобные. Сейчас же, конечно, сфера маникюра идет далеко вперед, и те самые мастера маникюра, которые когда-то задавались поиском и вопросом идеального стола, они начали создавать собственные бренды и проектируют реально очень удобные столы с продуманными до мелочей какими-то моментами. В этих столах вы найдете и крючки для, например, сумки или для палитры. В этих столах вы можете найти встроенный удлинитель. Там же, например, на этих столах есть специальная дырка в столе для того, чтобы все провода уходили в одно место, чтобы не было паутины из проводов. Вы можете найти эти бренды, их достаточно большое количество сейчас на рынке, и просто хотя бы вдохновиться. На самом деле, конечно, у таких брендов столы стоят довольно высоких цен, и не все могут себе этого позволить, но вы хотя бы можете посмотреть и вдохновиться какими-то решениями для того, чтобы спроектировать их на своем собственном столе и заказать у другого локального мастера. Далее мы с вами поговорим про свет. Опять же, начну издалека и расскажу, как я начинала 11 лет назад и каким светом я пользовалась. Тогда, опять же, не было такого большого выбора и не думали так сильно о мастерах маникюра, как сейчас. Поэтому, когда я начинала свою маникюрную карьеру, я пользовалась обычной канцелярской лампой, которую просто нашла в ближайшем магазине. Конечно, она давала неяркий свет и приходилось прям довольно сильно напрягаться, но за неимением другого мы пользовались таким, какой есть на рынке. А сейчас же выбор ламп довольно огромный. Вы можете покупать, например, стандартные круглые лампы. Раньше они были популярны в бренде IKEA. Сейчас такие лампы проектируют и в локальных брендах, и в том же Leroy вы можете приобрести такую же лампу. Обычная круглая лампа с круглым плафоном и круглой лампочкой дает отличный блик, и мастера, в принципе, прекрасно справляются с работой такой лампы. Блин, у меня такая мысль была, я сейчас ее потеряла. Но для того, чтобы хорошо работать с такими лампами, желательно, чтобы их было две на столе с одной и с другой стороны, потому что эти лампы, на самом деле, дают довольно хороший свет и хороший блик. То есть вы видите все выравнивание, всю равномерность поверхности, но они дают довольно точечный свет, поэтому рекомендуется добавлять их с двух сторон, чтобы не было лишних теней, и вам, как мастеру маникюра, было комфортно работать. Теперь из минусов этих ламп. Когда только появилась эра бликов, и все начали ориентироваться именно на круглый блик от этой лампы, начали накладывать огромное количество материала просто в поисках этого блика. Это, конечно, не очень хорошо и может немного, особенно начинающего мастера, запутать в работе. Еще один минус этих ламп в том, что они стоят довольно близко и на уровне глаз. То есть вы просто иногда не видите клиента, иногда приходится наклоняться, и это отвлекает от работы. Сейчас, в нынешнее время, существуют специальные бестеневые лампы. Они довольно тонкие, они вот такие вытянутые и длинные. Они не дают теней, они дают идеальный рассеянный блик и позволяют мастерам делать довольно тонкие ногти, при этом контролировать количество материала, которое вы накладываете на ноготь. Рекомендую, в принципе, пользоваться такими лампами, но, опять же, если вы не можете такую приобрести, покупайте просто две круглые стандартные лампы. Далее поговорим про хранение материалов. Разумеется, то, чем вы чаще всего пользуетесь, желательно, чтобы располагалось у вас прямо на расстоянии вытянутой руки. То есть это те же базы, топы, какие-то подготовительные жидкости, обезжириватели, безворсовые салфетки, одноразовая продукция такая, как шапочки, маски, перчатки, пилочки, бафики и так далее. Все это должно лежать у вас под рукой, чтобы вы могли, не тратя лишнего времени на поиск материалов, просто достать из ближайшего ящика и поставить сразу на стол. Туда же вы можете положить и кисти для работы, и все остальное, чем вы пользуетесь именно постоянно. Для этого я и говорю, что необходимо проанализировать всю свою работу. Но, конечно, мастера маникюра на самом деле те самые мастера, у которых обычно весь кабинет забит кучей материалов, потому что мы никогда не знаем, что нам может пригодиться в работе. У нас обязательно есть куча ящиков с блесточками, слайдерами, стемпингом и всем остальным. У нас есть огромное количество цветников, и мы их постоянно обновляем. И, разумеется, все это мы не можем расположить рядом с собой, потому что тогда мы просто будем окружены одними ящиками и полками. Поэтому для таких вот материалов, которые используются не постоянно, рекомендуется приобрести дополнительный комод, который будет стоять недалеко от вас, к которому вы просто можете пойти, но там при этом нужно организовать точно такое же адекватное хорошее хранение материалов. Для этого вы можете приобрести специальные комоды. Опять спасибо всем мастерам маникюра, которые позаботились о нас, о современных мастерах маникюра, и создали специальные комоды с узкими ящиками для хранения гириллаков. Когда я только начинала, продавались обычные комоды со стандартной шириной примерно в 30-40 сантиметров, и, соответственно, половина этого пространства в ящике просто была занята воздухом. А сейчас же вы можете приобрести по высоте стандартный комод, например, 60 сантиметров, но при этом там будет не три ящика, а, например, шесть. И тогда хранение у вас, конечно же, увеличивается, и вы можете расположить так, как удобно вам, например, по брендам расположить гириллаки, или по цветам, или присвоить им какие-то индивидуальные номера и подписать их на палитре. Все сделать для того, чтобы вам было удобно и быстро искать материал. Обязательно позаботьтесь об организации стерилизационного места. Для этого, конечно, вы можете приобрести специальный комод, на который поставите сверху сухожар, но я рекомендую еще воспользоваться стеной и использовать место по максимуму. Для этого существуют специальные перфорированные панели, в которые вы можете вставлять какие-то корзинки для хранения, какие-то крючочки. Вы можете при этом выбирать размеры крючков и размеры корзинок абсолютно, которые вам понадобятся. То есть вы можете позаботиться о своем удобстве, при этом организовать именно идеально подходящую для вас специальную перфорированную панель. Туда вы можете поставить корзинки для хранения крафт-пакетов, туда вы можете поставить корзинки для уже простерилизованных крафт-пакетов, а там же вы можете организовать какую-нибудь, например, перекладину для того, чтобы повесить на нее дезинфицирующие средства или поставить. То есть просто подумайте о том, что вы можете на нее повесить, что вы можете в нее вложить для того, чтобы она занимала место только на стене, а не на самом комоде. Это, конечно, поможет и в организации хранения, и в удобстве, и в свободе передвижения. Если вы мастер, который делает педикюр, также необходимо организовать именно педикюрное место. Помимо самого педикюрного кресла, вам необходима тележка, и я рекомендую сразу подумать о том, куда вы будете крепить лампу для света. Чаще всего педикюрные тележки, особенно старого образца, они не предназначены для прикрепления струбцины, на которой будет стоять лампа. Поэтому обязательно подумайте об этом, куда вы будете ставить лампу. Возможно, она у вас будет с дополнительной стойкой, то есть та, которая будет свободно передвигаться по полу, а не вместе с тележкой. Просто, опять же, вам необходимо проанализировать свою работу и понять, как вам будет удобнее крепить свет и куда его будете крепить. Также, конечно, возле педикюрной зоны обязательно поставьте мусорное ведро. И вообще, я рекомендую поставить несколько мусорных ведер, чтобы не бегать от одного места к другому для того, чтобы выбросить мусор. Обязательно мусорное ведро должно быть возле маникюрного стола, возле педикюрного места, возле зоны ожидания клиента и возле стерилизационного оборудования. Я специально оставила этот пункт самым последним, потому что это в целом не обязательно, но это добавляет большого удобства и вам, и вашему клиенту. Организация вашего кабинета в целом. Что я имею в виду? Мы сейчас разобрали с вами отдельные какие-то пункты, которые помогут вам в работе. Но, конечно, стоит позаботиться и о вашем клиенте и подумать о зоне ожидания. Зона ожидания должна быть обязательно оформлена каким-то местом для сидения. То есть, это либо какой-то пуфик, либо небольшое кресло, может быть, даже небольшой диванчик. Просто смотрите на пространство в вашем кабинете, на свободное место и подумайте о том, что вы туда можете поставить. Конечно же, должна быть вешалка для хранения вещей клиента, какая-то, возможно, подставка для сумки. Это может быть то же самое кресло, где клиент будет хранить свою сумочку. Что еще я там хотела сказать? Ага. Для еще большего удобства вы можете поставить специальный контейнер, в котором будут храниться какие-то необходимые вещи для клиента, например, перед уходом. Туда вы можете поставить ролик для одежды, чтобы он смог почистить свою одежду перед выходом. Туда вы можете положить губку для обуви, желательно какого-то универсального цвета или вообще бесцветную. Влажные салфетки, сухие салфетки, какие-то средства индивидуальной личной гигиены, которые тоже необходимы девушкам. Также, если мы говорим про зону ожидания, то обязательно оборудуйте ее зеркалом. Причем зеркало может быть как какое-то красивое, так и самое обычное. Желательно хотя бы какое-то минимальное зеркало, чтобы у вас находилось в кабинете, потому что всем клиентам перед выходом необходимо посмотреться в зеркальце и просто причесаться, поправить прическу, поправить одежду и так далее. Но на самом деле здесь вы можете использовать всякие маркетинговые штучки для того, чтобы сделать ваше зеркало каким-то уникальным. Например, какой-то необычный дизайн этого зеркала. Даже пускай это зеркало будет с обычными лампочками, но если вы туда прикрепите, например, хэштег с каким-то вашим индивидуальным ником или ником в ваших социальных сетях, то клиенты, фотографируясь в этом зеркале, будут вас еще и продвигать. Если вы сделаете красивую зону ожидания, то люди, которые увидят эту фотографию в социальных сетях, просто узнают, у кого есть такая зона ожидания. Это может работать как классный маркетинговый ход для привлечения новой аудитории. И что еще? И что еще? Возле самого маникюрного стола позаботьтесь о зарядке для клиента. Причем желательно использовать несколько проводов для разных телефонов. Это, конечно, и Type-C, и какие-то лайтнинги для айфонов. И это может быть даже micro-USB, например, если у клиента довольно старый телефон. То есть главное, чтобы клиент смог зарядить телефон. Поэтому даже можете приобрести специальные есть провода с разными зарядками. Они, например, в одном проводе. Поэтому пускай у вас лежат разные зарядки для того, чтобы клиент обязательно смог зарядить свой телефон. Также, если у вас кабинет оборудован телевизором, вы можете подключить специальную подписку. И клиент, приходя к вам на процедуру, может, например, сам выбирать фильм, который хочет посмотреть. И, конечно, это будет его еще больше радовать. Если у вас нет телевизора, то обязательно позаботитесь хотя бы о музыке. Вы можете приобрести колонку Алиса, которая включает любую по запросу вашу музыку. Вы можете, например, и клиенту предлагать включить его любимую музыку. Или воспользоваться какой-нибудь стандартной волной, какой-нибудь расслабляющей, для того, чтобы клиент смог расслабиться у вас на процедуре. Теперь вы знаете все секреты для быстрой и удобной работы. Если мы о чем-то забыли, то обязательно пишите в комментариях и делитесь своим мнением. С вами была Александра Царева, канал Runeil. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова